Всем привет! Сегодня с вами Татьяна на канале Американской жизни Русской Жены и очень интересное видео. Я нахожусь в подсобке. У нас торнадо, который сейчас сплошняком идет по Америке и она добралась до нас. И сейчас мы здесь буквально раз, два, три, четыре, пять, шесть, человек. Мы просто здесь пытаемся сохраниться. Это кладовка Саблея. Ребята, вообще это с первой жизни у меня такое. Вот мы с вами наблюдаем сирену от торнадо. Я слишком далеко от дома. Блин, где-то рядом с нами интернета. Феликс мне только что оставил сообщение. У нашей сестры, она недалеко от нас живет, там торнадо началось. У нас такая же ситуация, как и была. Вот два дня в трех штатах США большие разрушения были. Я просто зашла на автозаправочную станцию, помыла руки и увидела Сабвея рядом с соседями. Зашла к ним. Говорю, пацаны, там два пацана стоят. Я говорю, я здесь посижу, можно? Потому что я боюсь оставаться на улице в машине. И в это время им звонил менеджер. И она сказала закрыться, закрыть дверь, выключить свет и уйти. Там у них специальная комната есть, где они там, кухня типа. И они сказали, вы последний клиент, вам повезло. И мы втроем здесь. Они меня, как говорится, спасают. Только что на телефон пришло опять сообщение очередное. И нам сказали всем зайти в помещение, потому что слишком опасно. Мы сейчас все заходим в помещение. Это мои вещи, я купила. Это круто! Такое приключение у меня случилось. Нам сказали отойти от окон и находиться в этой части помещения, где кухня. Ой-ой-ой. Представляете? В помещении находиться нельзя. Здесь окна. Мы находимся в помещении. Да, ну конечно, такое прикольное. Я впервые в жизни. Но здесь вот камера. Здесь камера. Но здесь, по крайней мере, мы будем сохранены. Надо взять стульчик. Так, ребята, я уже сижу возле окна. Я за нас вроде посветлела немножечко. Вот. Я тут заказала себе водичку, бутерброд. Думала, сейчас уже как-то затихло. Я думала, мы сейчас минут через десять отправимся. Все, торнадо пошло в сторону Омахи. Мы немножко в другом месте. Я нахожусь в городе. Короче, рядом Спринтфилд. И еще рядом. Ну, здесь на автозаправочной станции женщина сказала, никуда не двигайтесь. Через десять минут придет еще более сильное торнадо, чем которое было вот десять минут назад. То есть сейчас смысла не двигаться, поэтому я здесь. Наверное, сейчас пообедаю. Время обеда. Я села в уголке возле туалета. Вот так выглядит парфе. Это парнишка. Он живет в апартнентах. И он свою девушку пригласил. Кормит ее. Чтобы в апартнентах небезопасно. И поэтому с колдовами здесь будем. Потому что здесь вот на кухне, которую я вам показывала, она вся из кирпича. Здесь можно больше сохраниться. Оно больше, вероятно, сохраниться, чем в апартнентах. Я звонила Аделе. Аделе говорит, вот видно, да, она надвигается. Слушай, даже выдали немножечко на улицу. Звонила Аделе. Аделе говорит, мне все равно. Это, говорит, все пугает, пугает. Она никуда не решилась идти. Спокойненько сидит. Так вот, ждем вторую волну. Посмотрим, что будет. Я буду сидеть здесь. Надеюсь, видно. Сейчас я еду домой. Время полвосьмого. Я смогла только сейчас освободиться. И вот видите, как будто бы туман. На самом деле это не туман. Это песчаная буря. Вот выйдешь, во рту песок, в глазах песок. Я сначала не поняла, думаю, что такое. Один раз, второй раз, думаю, где мне ветром залетело. А сейчас, когда я уже выехала с работы и еду, я поняла, потому что у меня вся машина в песке. Вот, еще сверху капли дождя. Ну, вот над городом стоит вот такая песчаная... Песчаный смог. Я не знаю, как это назвать. Ураган практически закончился. Феликс скинул мне фотографию там у нас на заднем крыльце. Кое-что сдвинулось. Но у нас никаких потерь нет. У нашей сестры был торнадо реальный. Она недалеко от нас жила. Больше ничего. Фотографии я не видела, чтобы сильно что-то полетело. Может быть, просто еще новости до меня не дошли. Но Феликс сказал, дома очень сильный ветер. Сейчас вот мне до дома еще минут 20 ехать. Так что такие дела. Второй волны не было как таковой. Просто порывистый ветер. Как бы ураган в сторону немножко от нас ушел. Может быть, еще что-то придет? Феликс говорит, по новостям ничего нет. Уже не придет. Будут просто сильные порывы ветра. Сообщение об испорченном имуществе. Там 8000-6000. Что-что там еще? Ну-ка. Я как-то пока включу. Нет, но они по делу не могут. Села напротив новостей. Только что, потому что новости посмотрела. Сейчас утро. Я вам говорила про песчаную бурю. У меня машина вся в песке. Я сейчас просто смотрю. И окно то же самое. Сегодня Радмила говорит, что такое блестит? Не знаю, будет ли видно. Вот видите? Это вода с землей. И сегодня на подоконнике была вода. То есть дождь был такой силы, что прошла вода. И здесь подоконник был замочен. Но вода не потекла. Так что вы понимаете качество домов. Потому что с юга на север шел этот циклон. И вот сегодня на следующее утро я уже без паники, как нормальная женщина, специально рядом с новостями. Села, думаю, может быть там что-то будут передавать. В общей сложности было 16 тысяч звонков о том, что повреждения домов или повреждения машин, заборов, еще чего-то там, какого-то имущества по всей Небраске в новостях передавали. И, в принципе, вот вчера вечером я ехала домой. Сегодня вот муж поехал. Я вот дочку в школу отвозила. Я не увидела больших разрушений нигде. Вы помните последний ураган, который я смогла снять? Этот хюрикейн, да, называют здесь? Был летом, хотя сирены не было. Больших предупреждений, не, были большие предупреждения, но вы помните, какие были разрушительные последствия? Вчера были обрывы электропередач, но не так сильно. Этот ураган, который был вчера, он пронесся очень быстро, но все ноги растут. Он был точно оттуда же, откуда вот последние новости из Кентукки. Там же тоже ураганы прошли, и там сравняли с землей города и села. Я была в шоке. У нас было точно так же, но послабее. И вот этот циклон, он немножко в сторону пошел. Он по городу сильно не прошелся. Вот. Было страшнее, ребята, было страшнее. Я вообще была немножко в панике, потому что я такие вещи не люблю, тем более непредсказуемость какая-то. Но американцы хочу отдать должное. Вообще ничего не боятся. Я уже стою там. Уже приготовилась, уже все. Они приезжают, уезжают, отъезжают, что-то покупают. Как будто ничего не происходит. То есть они не понятеры ни разу. Молодцы. Когда я приехала домой, Феликс показывал мне фотографию, там что-то снесло у нас на Бакьярде. И у нас повредилась крыша. Он, как мне сказал, я так и говорю, только что ремонт сделали. Сейчас мне еще дождя здесь не хватало, чтобы мне здесь все промочило. Но американцы же не такие. Как только он почувствовал, увидел или что он там сделал с повреждениями, он сразу же в этот момент написал страховую компанию. Сразу же связался с ребятами, которые ремонтируют крышу. Потому что у нас же, вы знаете, в Америке это все надо делать заранее. Аппоинтмент заказывать. То есть так тебе раз на раз, два, три, никто не прибежит и ничего не сделает. Вот вчера пока еще вечером уже были последствия. То есть был еще сильный ветер. Еще была какая-то всеобщая паника. Уже Феликс везде аппоинтменты заказал. Поэтому ждем в любой день оценщиков, ну, страховую компанию. И чтоб нам заделали крышу. У нас же крыша сделана из... Вот забыла, как называется. Плиточки такие положены. Вот, видать, снесло. Так что вот такая небраска. Середина декабря. Уже больше, чем середина декабря. Днем 22-23 была ужасная духота, жара. Плюс 23 декабрь, да. И потом резко вот такой вот ураган, такой циклон. И, между прочим, для небраски это не характерно. Это происходит весной и в начале лета такие вещи. А вот тут немножечко как бы так отступление отправил. Ну, ничего страшного. Вот этим и славится небраска. Сильные-сильные ураганы и ветра. Иногда торнадо. Вчера было зафиксировано 6 торнадо. Ни одного в Омахе по небраски. Нашей сестры, она видела торнадо, она недалеко здесь живет. И эта торнадо двигалась в нашу сторону. Я говорю, Феликс, вчера Феликс с Радмилой сидели в подвале. Он мне пишет, как у тебя дела? Как у тебя дела? А я же далеко была, где-то час от них. Я говорю, у меня все в порядке. Я тут с пацанами тусила. Вот. А он мне говорит, мы с Радмилой в подвале. Потом, когда я приехала, говорю, что, как, почем. Был очень сильный ветер. Я Радмиле сказал, ты сиди в туалете, а я буду сидеть в тренажерке. Я говорю, а почему не вместе? Он говорит, на всякий случай, чтобы было два шанса сохраниться. Что один из нас точно сохранится. Я говорю, ну у тебя железная логика. А он сидел в тренажерке, потому что у нас там телевизор. Он телевизор-то настроил. И он новости там смотрел. А я ему каждые 20 минут говорю, что там по новостям говорят? Что там по новостям говорят? А Радмила... Я дочке своей старшей же звонила. Она отдельно живет. Она говорит, я вообще не беспокоюсь. А сегодня у младшей спрашиваю. Младшая говорит, я тоже не поняла, что все паникуют. Ничего сверхъестественного. Короче, настоящие американки. Это мы с Феликсом такие. Нет, сейчас мне смешно. Но вчера мне не было смешно. Реально. Реально. Такие сильные порывы ветра. Но когда тебя сносит, ты не можешь стоять. Вот по новостям показывать. Так сильные порывы ветра. Блин, капец. Так что вот такой веселый у нас декабрь. Посмотрим, что там страховая компания. Как оценит. Я обязательно отпишусь. Видео отсниму. Но вот такое приключение в декабре нам досталось. Ну, за пять лет впервые. А с вами была Татьяна. И встретимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.